Итак, многие люди до сих пор не знают, что такое нетворкинг и для чего сейчас современному человеку это нужно. Какие преимущества и бонусы он получает с приобретением этих навыков? Нетворкинг – это искусство установления взаимовыгодных деловых связей. Это история про нормальные, хорошие, качественные отношения в бизнесе, которые позволяют получать гораздо больше, нежели чем просто вот такие, знаешь, рабочие отношения, которые происходят. И нетворкинг для меня – это огромный инструмент, который получает в результате трансформацию. Вы можете получить деньги, вы можете получить время, вы можете получить доступ к ресурсам других людей, которые, возможно, вам кажутся сейчас недостижимыми. Не убивая других людей. При этом абсолютно не отбирая ресурсы, потому что нетворкинг – это в первую очередь то, что позволяет заработать и заработать двум участникам этого процесса. Потому что самое приятное в нетворкинге – это когда ты даешь что-то человеку, у него пребывает в его списке ресурсов, и у тебя это остается. В нашем мире самая ценная идея – это скорость распространения информации, качество этой информации, достоверность этой информации. Именно поэтому я говорю о том, что нетворкинг – это возможность сначала поделиться не материальными ресурсами, опытом, связями, знаниями, и только потом материальными ресурсами. Ну, например, мы сидим в замечательном Серебряном Бару в Москве, в котором за нами за спиной стоят такие ценные материальные ресурсы, как яхты. Я знаю четырех человек, которые припаркованы в виде вот таких материальных ресурсов здесь, и они с радостью дают покататься на материальных ресурсах такого плана, просто потому что для них это игрушка, в которую они уже поиграли, им это уже надоело, и они уже не знают, что с ней делать дальше. Такая способность обмениваться ресурсами и называется нетворкингом. То есть это примерно вот горит одна свеча, и неважно, сколько свечей от нее загорятся, она от этого ничего не потеряет. В современном мире самое главное, опять же, понимать, что нельзя быть собакой на сене и не отдавать, потому что действительно, в первую очередь, ваша способность делиться определяет то количество людей, с которыми вы общаетесь, то количество людей, которые вас воспринимают как ценного партнера, и глубину этих связей, в первую очередь. Так, и проблема-то в том, что слишком много людей хотят достичь каких-то успехов, набрать каких-то материальных благ, вообще ничего не отдав предварительно взамен. Ты знаешь, это старая модель, в которой мы жили еще в 20 веке, когда казалось, что если я, например, обладаю одним телефоном, то все, у меня здесь больше никогда не появится второй, поэтому я никогда тебе его не отдам. Это вот именно такое персональное отношение к физическим товарам, к физическим признакам статуса, к автомобилю, к квартире. Если ты вспомнишь, например, в той же Москве, очень долго люди боялись даже прописывать человека, вот сам статус прописки воспринимался как опасное поползновение на статус владения квартирой. Поэтому, например, до конца 90-х получить статус москвича можно было только купив квартиру, либо сделать какие-то сумасшедшие вещи. Сейчас это совершенно по-другому, сейчас люди воспринимают это как нормальный процесс, к которому, в общем, люди совершенно по-другому относятся. В нашем мире нематериальное становится гораздо более важным. Сейчас я говорю о том, что важнее быть не директором свечного заводика, и не владельцем свечного заводика, а человеком, который знает, где лучше всего эти свечи продаются, по какой цене, какой партии, и могут шепнуть эту информацию, поделиться ее с теми людьми, которые эту информацию могут монетизировать. То есть ты имеешь в виду, если вот есть два человека, один владеет навыками и принципами нетворкинга, а другой нет, первому шепнут, а второму нет. Скорее всего. Хорошо, а если мы берем так, вот первый человек владеет навыками нетворкинга, и возьмем, большинство же людей не владеют, но хотели бы. Во-первых, что они теряют, те самые люди, и что они могут приобрести, начав развивать в себе эти навыки? Нетворкинг – это инструмент, который должен в обязательном порядке быть в жизни любого, абсолютно любого человека. Даже если вы являетесь специалистом, и вам кажется, что не нужно, скажем так, развивать себе навыки общения, вам не нравится, скажем так, общаться. Вот вы не можете подойти к человеку, который катается у нас на заднем плане, и попросить его проходить, например. Ничего-ничего. Подплывайте. Все сломалось. Мы как раз про вас говорили. Вот ребята на позитиве, действительно, они, ну, с ними можно разговориться. Потом окажется, например, что у нас есть какие-то общезнакомые. Это вот так часто происходит. Попросить, совершенно спокойно, вот у меня в жизни очень многое происходит именно таким, казалось бы, спонтанным, случайным образом. Это навык, который помогает мне развивать отношения. Но с другой стороны, если человек, например, работает за компьютером, я знаю огромное количество программистов, которые бегут от реального мира, потому что они находят в экране монитора спасение свое. То есть там тишина, там спокойствие, там идеальный хрустальный мир, в котором нет дурацких людей, которые дают им ценные указания. И они там живут, потому что там гораздо стройнее, там код прописан как надо, там инструкции обрабатываются так, как процессор сказал, им от этого легче жить. Так вот, они бегут от реального мира, который действительно не идеальный, который действительно хаотичный, но в нем есть зеленая трава, в нем есть замечательные люди. И эти люди способны, вы удивитесь, делиться тем, что у них есть. Вот способность делиться всем тем, что у меня есть, привела меня за последние 4 года в состояние абсолютной свободы и мобильности, как я люблю об этом рассказывать. Что да, действительно, у нас замечательное место, которое вот сейчас вокруг нас, нас окружает, это то, что как информация я с огромным удовольствием могу поделиться с нашими зрителями, рассказать о том, что есть замечательное место в Серебряном Бару, в Москве, приезжайте, пожалуйста, сюда и... Не слушайте тех, кто говорит, что Москва, она серая и так далее. Да, все верно. Даже если это говорю я. Даже если ты так говоришь, на самом деле Москва бывает разная, и это действительно так. И в результате ко мне приходят люди, которые в свою очередь говорят, слушай, я знаю, что ты интересуешься, например, местами, в которых можно покататься на горных лыжах, вот смотри, обрати внимание, какие замечательные курорты строятся возле Урала, в Грузии. Я знаю теперь 5 мест, в которые я хочу поехать, в обязательном порядке в ближайшее время. Так поехали в Грузию, тогда вместе съездим. Ну, договорились. Я как раз искал человека, кто хотел бы тоже покататься. Нетворкинг закрывает вот такого рода информацию, которая очень быстро дает вам конкурентное преимущество, потому что в результате вы знаете, что, вы знаете, где, вы знаете с высокой степенью достоверности. Человек, который прячется от живого реального мира, может, конечно, общаться в Вайбере, в Ватсапе, может находить какие-то интересные вещи в ленте новостей в Фейсбуке, но самое главное, вам нужно брать и выстраивать сеть связей. И эта сеть связей в какой-то момент подскажет вам лучшего доктора, стоматолога, детского доктора, терапевта, хирурга, лучшего человека, который научит вас кататься на яхте, например, как у меня это в свое время произошло и случилось. Лучшего автоинструктора, который за буквально несколько недель посадит вас за руль и научит вас делать лучшие полицейские развороты. И это те преимущества, которые, конечно же, скажем так, не отвечают на прямой вопрос, где деньги, но деньги приходят. Потому что деньги – это в первую очередь отношения, это доверительные отношения. И большие деньги, они не терпят суеты и они не терпят действительно, скажем так, пустоголовых обещаний. Если ты действительно выполняешь какие-то обязательства, которые ты берешь на себя, деньги приходят. И вот у больших денег есть такое свойство, что они требуют от человека терпения. А у людей же есть вот именно нетерпение, наоборот, да, дайте поскорее, много денег, где взять и так далее. Отлично. А давай мы сейчас сделаем то, чего я никуда не делаю. Это проведем тест. Вот ты являешься экспертом по нетворкингу. Я являюсь человеком, который хочет как-то развиваться и так далее. Именно в направлении нетворкинга. Первое, что я хотел бы, это оценить свои навыки по нетворкингу на данный момент, с твоей оценки. И второе, рекомендации, что мне еще нужно сделать, чтобы развить эти навыки еще мощнее. Хорошо. То, что я могу порекомендовать и тебе, и нашим зрителям, это устроить быстрый тест своих ресурсов. Во-первых, спроси себя, что у меня есть за душой, чем я ценен, что я собой представляю. Но не с точки зрения выложить все деньги, все свои ресурсы. Это уже рекомендация? Да, это рекомендация. Погоди, сначала оценка идет. Давай возьмем по 10-бальной шкале. Есть уровень владения нетворкингом, навыками. 10 – это супер круто. И 0 – это полный 0. То есть я ничего вообще не могу в этой области. Я думаю, что в настоящем моменте ты 7 с плюсом. 7 с плюсом. Окей, я хочу сделать 9. И вот здесь начинаются твои рекомендации. В твоем случае я бы рекомендовал чаще встречаться с людьми, которые разговаривают с тобой не на твоем родном языке. Потому что в результате это значительным образом дает тебе преимущество с другими людьми, с которыми ты разговариваешь на своем языке. Ты начинаешь, например, иметь связи и контакты в Китае, в других странах. Но по-хорошему у тебя это уже происходит естественным образом в силу твоих путешествий. Я задаюсь вопросом, насколько ты, например, выполняешь свою цель и свою задачу, которую, насколько я помню, ты когда-то декларировал, как провести интервью с 10 лучшими экспертами в мире. Это как раз зарубежными экспертами, мировыми экспертами. И это как раз то, что в результате мне, например, дает возможность позвонить Элу Райсу и сказать, я не буду отнимать у вас, Элу, много времени, но я бы хотел спросить, есть ли у вас время принять Артема Мельника, который приедет, например, в Америку и возьмет у вас интервью. И у меня такая возможность есть, я могу ее использовать. Это мощнейший. Это мощнейший инструмент, потому что… Он недоступен для 99% всего населения в мире. Вы бы видели, как Эл Райс с неохотой и нежеланием делится своими контактами. Вы поймете, насколько это действительно очень известный, талантливейший эксперт, у которого жизнь расписана буквально по минутам на несколько лет вперед. И это очевидно, что не каждый человек способен до него достучаться. И желание, естественное стремление людей получить толику внимания, времени, ресурсов других людей разбивается как раз, а неспособность устраивает их длительное, долгосрочное, доверительное отношение. Я бы мог порекомендовать тебе, в первую очередь, менять людей с точки зрения того, что ты, как правило, находишь подобных себе. Вот глядя на героев твоих передач, ты находишь людей, которые очень сопоставимы с тобой. У которых цели такие, как у меня были 5 лет назад. Все так. И иногда для встряски нужны люди, которые противоположны на 180 градусов с точки зрения, диаметрально противоположны с точки зрения ценностей. С одной стороны, это очень жесткий дискомфорт, с другой стороны, это как раз то, что приводит тебя к пониманию, насколько мир разный, насколько люди разные. И умение договориться и одновременно и с полицейским, и с проституткой, и со священником, вот такого рода тяжелой ситуации. То, что настоящему онсворкеру в итоге дает статус вот как раз та самая 9, о которой ты спрашиваешь. Слушай, ну мне это нравится, потому что мне нравится именно уметь общаться с людьми разного возраста, с разными профессиями, разными ценностями, разными взглядами на жизнь, разные религии, разные политические взгляды и так далее. Мне это очень нравится, поэтому я принимаю твои рекомендации, буду это продолжать развивать, инициировать. Если спуститься с твоей высокой цифры 7 с плюсом до средних 3, 4, 5, в которых, как правило, люди находят себя у меня на семинарах, то можно сказать следующее. Как правило, люди сталкиваются с просто внутренним нежеланием развивать свою сеть связей, потому что это дискомфорт. А многие еще не понимают, а для чего? Это следующий вопрос, потому что многие задают вопросом, ну хорошо, у меня есть, например, тысяча друзей на Фейсбуке, что мне это дает? Это дает разнообразие связей, разнообразие контактов, потому что ценность и устойчивость вашей пирамиды связей начинается с того момента, когда у вас не один вице-президент Сбербанка, а четыре. Когда у вас не один выход на человека, который способен вам дать скидку на автомобиль немецкого автопрома в минус 40%, а три директора таких автосалона. Когда вы можете взять и позвонить не одному человеку, который даст вам тут же моментально по звонку билеты на супер закрытый концерт Земфиры, а у вас есть три таких человека. Это, конечно, сложная задача по выстраиванию таких отношений, но действительно любить людей, как правило, губит их желание получить здесь и сейчас что-то от кого-то. Представьте себе сделку, которая, например, вовлекает необходимость купить яхту. Зная то, как это делается, я знаю, что на итальянских судостроительных верфях кастомизированная яхта может стоять до 18 месяцев. Люди выбирают отделку, люди выбирают планировку, материал, металл, пластик. Это долгий и длительный процесс. Точно такой же долгий и длительный процесс, как и выстраивание отношений в сложных сделках. Я всегда говорю, что нетворкер – это в первую очередь человек, который способен договариваться о сложном. Это переговорщик, это человек, который умеет слушать, это человек, который умеет залезть в мозги другого человека, понять, чем он дышит, чем он думает, принять его точку зрения, понять, почему, например, к нему нельзя приходить с контекстом срочности, сложности, дешевизны, изменить даже структуру своего разговора, тональность ее, не спеша, спокойно поговорить с человеком и только второй раз, например, на второй встрече, либо на третьей встрече предложить какие-то вещи, которые будут ему интересны. Вот это настоящий нетворкер. Отлично. Смотри, я вообще такой человек, когда я узнаю о чем-то классном, о том, чем бы я хотел владеть, допустим, навыком нетворкинга, очень хочу владеть, я сразу смотрю, где этому можно поучиться. Я точно знаю, что этому не учат в школе, по крайней мере, меня не научили, и я сейчас не вижу, чтобы был такой предмет хотя бы в планах на ближайшие 30 лет. Поделись, вот смотри, мы не просто так общаемся, и я хочу развивать эти навыки, и ты развиваешь и продолжаешь развивать, потому что здесь, скорее всего, совершенства нету, да? Именно предела совершенства, я имею в виду. И многие люди, которые посмотрят вот наше видео, скорее всего, они тоже не знают, где этому можно обучаться, как это можно развивать и так далее. Возможно, у тебя есть какие-то направления. Ты знаешь, я... Эта идея мучает меня постоянно, потому что я действительно хочу видеть людей, которые находят общий язык между странами, между границами, между непониманиями людей, скрытые несовершенства этого мира. И как раз, когда находятся люди, которые стирают эти границы благодаря своим умениям, я вижу огромный потенциал, потому что люди, с одной стороны, становятся эффективнее, лучше и обогащаются, с другой стороны, и их партнеры в нетворкинге точно так же становятся лучше, эффективнее, и все зарабатывают на этом. Поэтому я преподаю нетворкинг в Москве, и периодически в тех странах или в тех городах, которые меня зовут, как правило, это корпоративные тренинги, и это не каждая компания даже может себе позволить, потому что действительно в моем очень плотном графике выкровить 2-3 дня действительно сложно. Я езжу в Алматы для компании «Казахтелеком». Мы ездили в такие далекие точки мира, как самая западная часть России – Калининград, Кенигсберг с мастер-классами. Но твоих зрителей, в первую очередь, выделяет то, что они действительно интернациональны, они не сидят в одном городе, и я задумался о том, как мы можем им помочь. Мне кажется, что онлайн нас спасет. Я только хотел об этом спросить, возможно ли это найти онлайн. Потому что вот если брать, я обычно учусь у лучших. Я просто посмотрю, кто лучший, допустим, на Западе, ну, можно сказать, Кейт Феррацци, да, кто лучший в России – Леонид Бугаев, несомненно, по нетворкингу. И, соответственно, если я прямо сейчас не могу полететь в Штаты, то я пойду к Леониду Бугаеву. И я у тебя уже сколько учусь именно вот этим вот принципам и продолжаю учиться. Но не у всех есть возможность вот так приехать в Серебряный Бор на фоне яхт и поучиться у тебя нетворкингу, за кулисами камер где-то о чем-то поговорить, да. Именно же вот в этом происходит максимальное развитие. Как же вот этим людям можно именно повышать свои навыки? И здесь у нас есть онлайн. Ты на этом остановился? Я бы хотел как раз, чтобы ты более детально рассказал. Нетворкинг – это действительно абсолютно верная штука, которой нужно постоянно учиться и продолжать это делать. Я учусь у Китов и Раций, у людей, которые занимаются этим на уровне правительств и выстраивают отношения с правительствами. Это нетворкинг на уровне B2G, да, это как раз Government Relationship. Но я думаю, что нашим зрителям в первую очередь необходимы базовые основы. И у нас, к счастью, есть для них сюрприз, новинка. Это курс, который мы записали совсем недавно, который поможет вам буквально за две недели получить все основные навыки нетворкинга. Курс, который называется «Нетворкинг. Практическое применение за 21 день», за которое вы можете пройти буквально от своего непонимания, что же такое нетворкинг с практической точки зрения, до легкого, совершенно спокойного выхода на нужных вам людей, как я их называю, на птиц высокого полета, идентификация этих людей, выстраивание с ними доверительных отношений. И в дальнейшем эти люди будут вам помогать в первую очередь своими советами, рекомендациями. Но это огромный ресурс, который позволяет мне, например, действительно чувствовать себя железобетонно, где бы я ни находился, когда бы я себя не чувствовал в странном, скажем так, состоянии, вроде бы как я прилетаю в новый город в совершенно непонятном состоянии, я пытаюсь найти контакты, и тут же я достаю телефонную книжку, контакты, и нахожу человека, который мне может порекомендовать тут же моментально человека, который становится, например, лучшим проводником по самым интересным злачным местам Бангкока или же самые удивительные места Алма-Аты. Вот такого рода контакты – это самый ценный ресурс, потому что люди… Ну, есть очень правильное выражение, которое я всегда цитирую. Все золото мира вы можете получить, но оно уже сейчас принадлежит каким-то людям. Поэтому если вы хотите получить все те ресурсы, все те навыки, которые есть, вам необходимо выстраивать отношения с людьми. И онлайн-курс по нетворкингу – это как раз та самая возможность для наших зрителей взять и внедрить это в свою жизнь очень быстро и очень результативно. Ну, а самое главное – это то, что я, опять же, буду контролировать этот процесс. В конце нашего обучения я буду проверять выполнение тех практических занятий, которые мы будем требовать от тех учеников, которые будут проходить. Отлично. Вот многие из наших зрителей говорят о… Конечно, вот, допустим, Артем, да, общается с такими людьми, там, Брайан Трейси, там, Олег Зиньков, там, Голгань, Джон Кеха и так далее. Мы бы тоже хотели. Сможет ли вот человек, пройдя этот курс, ну, значительно повысить возможности общения с людьми более высокого уровня, чем вот те люди, которые сейчас есть в окружении этих людей? Я могу сказать, что буквально недавно мы встречались с Радиславом Гандопасом и со смехом вспоминали наше первое знакомство, когда, он говорил, угловатый молодой человек пришел и с горящими глазами попросил познакомиться с ним. Это действительно удивительно, то, как легко в дальнейшем вы начинаете знакомиться со звездами, с политиками, с представителями таких закрытых тусовок, как юристы, политики, звезды спорта, звезды, в том числе, бизнеса, как Олег Зиньков. Это же вообще очень интересно, общаться с людьми такого уровня. Ты невероятным образом растешь, общаясь с людьми и пребывая в таком окружении. Это общение, которое тебя моментально заставляет, скажем так, расправить плечи и быть интересным, потому что, если ты неинтересен, это сразу видно по лицу собеседника, по его характеру речи. И это очень длинный путь, который, с одной стороны, начинается с простого такого шага. Ты пришел, познакомился и начал общение. Но потом, спустя пять лет, ты вспоминаешь этот путь и смеешься, как это было неуклюже, но оказывается, что необходима просто нормальная протянутая рука, которая спрашивает, чем я могу вам помочь. Вот как раз такого рода протянутая рука, мне кажется, это самый главный символ нетворкинга. И чем больше людей согласятся и возьмут эту протянутую руку, тем больше будет идеальных для меня людей. Это те люди, которые действительно делятся, получают огромное удовольствие от распространения идеи нетворкинга и которые умеют это делать. То есть сейчас, по сути, ты протягиваешь руку другим людям и передаешь знания и навыки. И ты даже подготовил курс именно в онлайне для того, чтобы смочь протянуть свою, сколько, полутораметровую руку во Владивосток, например, да? Да, Владивосток, Астрахань, Краснодар, Калининград, Одесса, Киев, Минск, Бангкок, острова Самуи, Панган, Котао. Это каждое из этих географических мест отзывается у меня списком имен, лицами тех людей, с которыми я бы хотел продолжить общение, которых я бы хотел вовлечь в этот процесс, в эту коммуникацию, сделать так, чтобы их жизнь была такой же полной, яркой, интересной, благодаря натворкингу. И, соответственно, в окружении этих людей, которые пройдут подобное обучение, получается, что уровень людей начнет расти, связи укрепляться, устраиваться, и, соответственно, качество жизни будет расти. Да, тот практический курс, о котором мы говорим, он написан с тем практическим применением вот здесь и сейчас, который позволяет людям решить их насущные задачи и вопросы по понятным, очень четко сформированным образовательным методикам, которые я получил за несколько лет. Вот за это время я понял, каким образом вытаскивать людей из зоны комфорта и приводить их в новое качественное состояние, потому что в результате люди ценят не то, что они знают, а люди ценят то, что у них произошло в качестве изменений. Но, опять же, я не верю в то, что это можно сделать бесплатно, именно поэтому этот курс стоит денег, но этот курс стоит разумных и доступных денег. То, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке, заполнить буквально несколько простых полей в той форме, которую вы увидите, и предоплатить курс. Ну, а дальнейшее уже будет зависеть от вашего желания, от вашего стремления, потому что я буду, в первую очередь, заставлять вас выполнять домашнее задание, которое вы будете делать, вы будете знакомиться с людьми, вы будете выходить на связь. Это будет самым главным, ценным ресурсом, который вы получите в результате нашего с вами обучения. Я думаю, что вы удивитесь, какого качества люди будут встречаться в вашем окружении, какого качества люди будут попадаться вам совершенно, казалось бы, случайно, и с какой легкостью вы начнете устанавливать с ними взаимовыгодные доверительные отношения. Я искренне желаю вам принять это решение и оказаться среди первых учеников, которые будут показывать лучшие результаты. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх, и увидимся. Успехов! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»